Добрый вечер. Добрый вечер, зрители. Итак, начнем с того, что обсудим, сколько же проектов реализовано на Ставрополье в последние три года. И, безусловно, а что это за проекты? Ну, необходимо отметить, что за последние три года на территории Ставропольского края у нас реализовано порядка 20 проектов. Это только я говорю сейчас о молочном производстве, в части производства молока. Все, необходимо отметить, что все инвестиционные проекты у нас находятся на особом контроле нашего уважаемого губернатора. Поэтому в части производства молока мы реализовали уже на сегодняшний день порядка 20 инвестиционных проектов. Если говорить о молочно-товарных фермах, мы уже порядка 8 ферм провели реконструкцию и 12 ферм модернизацию. У нас сейчас реализуется и завершает реализацию три проекта по строительству молочно-товарных ферм. Очень интересные такие проекты, которые насыщены и высокопродуктивным скотом, молочного направления, а также там находится оборудование, приобретенное оборудование молочно-товарными фермами, этими предприятиями. Высокий уровень технологии, необходимо отметить на производстве. Мы сейчас уже видим, например, такой проект, который у нас сейчас реализуется, аэрохолдингом «Степь». Очень интересный проект молочного направления. На сегодняшний день туда завозится высокопродуктивный скот. Сегодня последние цифры, видим отдачу суточного производства молока уже более 34 тонн. Очень важно для нас, потому что сейчас перед нами стоит такая основная задача увеличения производства валового, производства молока. Поэтому такой интересный очень проект с высокой технологией. Израильское оборудование, высокопродуктивный скот. Отмечаю еще раз, очень высокий удой, до 35 литров на сегодняшний день, хотя проект только начинается. Скорее всего, необходимо отметить, не скорее всего, будет на территории этого молочно-товарной фермы находиться порядка 9 тысяч высокопродуктивного скота. И мы будем видеть отдачу плюсом в нашу волоку общую краевую порядка 100 тысяч тонн в год. Это они очень хорошо стартанули, я вам скажу. За счет краевого или федерального бюджета, кто помогал им, может быть, на условиях софинансирования, инвесторы вошли? Да, вошли инвесторы. Если говорить именно об этом инвестпроекте на территорию, да, зашли инвестиционные инвестпроекты, реализуются инвесторами. Но, тем не менее, необходимо отметить, что у нас климат, да, позволяет, да, и губернатор держит на контроле, и могут они воспользоваться на сегодняшний день 305-м постановлением в части приобретения земли, да. Они могут освобождаться, если они заключают соглашение с правительством Старопольского края, они могут освобождаться от налога на имущество. Потом у них есть в этой части преференции. В общем, здесь, как бы, ну, все хорошо с этой стороны. Плюс, после того, как они завершают инвестиционный проект сам, значит, они могут пользоваться мерами государственной поддержки, и они ежегодно у нас из года в год остаются, ну, скажем так, на прежнем уровне. Они не снижаются на сегодняшний день, они могут пользоваться таким видом поддержки, как приобретение племенного скота, то есть компенсация по приобретению племенного скота. Да, это очень важно, мы порядка 70% компенсируем части стоимости вот этого высокопродуктивного молочного скота. Угу. Ну вот, скажите, пожалуйста, как проекты, вот в целом, не один конкретный, а в целом поддерживает государство? Ну, здесь, безусловно, мы учитываем и региональную, и федеральную казны. Вот, смотрите, мы сейчас с вами проговорили по агрохолунику степи, да, можно привести пример еще реализации инвестиционного проекта, очень хорошего, интересного проекта по Александровскому округу, очень интересная молочно-товарная ферма. На сегодняшний день крайние цифры вам довожу. Сегодня они получают суточную дой от дойного стада в тысячу суток голов, порядка 32 тонн в сутки. Это тоже, как бы, такой серьезный задел в общую копилку валового производства молока в Старопольском крае. Что касается поддержки государства и, в частности, Старопольского края, мы сейчас с вами уже проговорили, Старопольский край может поддерживать их в части преференции, я уже вам сказал, на налог на имущество, да, и плюс еще они могут у нас воспользоваться 305-м постановлением, о чем мы раньше говорили. То есть, ну, это главное, ничего не изменится ни в текущем году, ни в следующем году, то есть хозяйства могут рассчитывать на господдержку и дальше? Да, хозяйства могут рассчитывать и в дальнейшем на государственную поддержку. Больше скажу, после завершения и реализации институционного проекта на территории Старопольского края, я повторяю, они могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, а именно в области молочного производства, поэтому здесь они работают у нас на сегодняшний день, и эти предприятия именно на сегодняшний день уже намерены воспользоваться и будут пользоваться. – Скажите, пожалуйста, ну вот, насколько активно вообще инвестор заходит в этот сектор, я имею в виду животноводство, и в каких подотраслях реализуются проекты? Ну вот, мы берем молочное, ну, молочное хозяйство, так сказать, а что еще? – Ну вот смотрите, наверное, стоит отметить, что в молочном производстве у нас реализуются сейчас больших три инвестиционных проекта. Если говорить дальше, подотраслях, у нас очень интересные проекты в части производства мяса говядины. Мы ежегодно производим порядка там 41 тысячи тонн говядины. Эти проекты позволят нам реализовать поставленные перед нами задачи в части того, в части прибавки производства мяса крупного скота, порядка там 7%, ну, это где-то порядка 3 тысяч тонн плюсом. Это ежегодно. Плюс здесь же необходимо отметить, это рабочие места, это очень важно. Вот только эти два проекта нам позволяют, позволят создать больше 200 рабочих мест на территории Ставропольского края. Если в молочном, говорить, молочном направлении, то это уже создано больше, уже на сегодняшний день создано более 220 рабочих мест молочного направления. Если дальше идти под отраслям, очень интересные инвестиционные проекты у нас сейчас реализуются и в части производства мяса баранины. Всем сейчас известный такой интересный инвестиционный проект, ни для кого не секрет, что сегодня у нас компания «Домоте» на территории Ставропольского края реализует проект в части производства мяса баранины. У нас уже сегодня создана откормочная площадка, будут создаваться овцетоварные фермы. На сегодняшний день крестьянско-фермерские хозяйства, у нас там сконцентрировано больше 50% мелкороатого скота. Компания «Домоте» активно работает не только с сельхозпредприятиями, но и с крестьянско-фермерскими хозяйствами. Это очень важно для нас. Мы ежегодно, три года назад, производили порядка 14 тысяч тонн в мясе мелкороатого скота. На сегодняшний день динамика у нас увеличилась. Мы видим порядка 16,5 тысяч тонн. Соответственно, цель и задачи перед нами поставлены. Мы должны выйти на уровень 31 тысяча тонн в убойной весе. Это к 2025 году. Оба раненем. Ну, солидно. Скажите, насколько активно инвестор сегодня идет в этот сектор? Вы знаете, я бы сказал, что активно, потому что то количество проектов, которые реализуются на Старопольском крае, я назвал еще не все. Мы можем уже сейчас анализировать, что очень интересно не только производить на сегодняшний день в Старопольском крае, заниматься выращиванием зерновых, но и направление животноводства активно сейчас рассматривается. И крестьянско-фермерскими хозяйствами, должен отметить, у нас реализуются на территории края, пускай они будут мельче, мельче объемом, будет мельче проездного. Покупаться крупнорогатого скота молочного направления, либо же там будет на откорм. Но, тем не менее, и крестьянско-фермерские хозяйства на сегодняшний день у нас за последние пять лет можно отметить, что крестьянско-фермерские хозяйства у нас создали больше тысячи рабочих мест, приобрели больше 21 тысячи крупнорогатого скота любого направления, это молочное и мясное, поэтому очень хорошая динамика. Прибыль составила там больше 12 миллиардов рублей, соответственно, это аналогия в бюджете Старопольского края. Закупили больше 18 тысяч единиц техники, это ведет к тому, что мы можем модернизировать эти объекты, строить новые объекты, строить новые молочно-товарные фермы, ну и занимать людей на селе производством молока, либо мяса, либо еще каких-либо продуктов. Скажите, ну вот, помимо рабочих мест, что это дает краю? Вот вся реализация вот этих инвестиционных проектов на Старополье? Ну, соответственно, если мы все эти проекты реализуем, перед нами стоит задача, понятно, рабочие места, необходимо отметить, что мы от этих проектов планируем получить порядка 700 рабочих мест. Соответственно, мы получим валовое производство, перед нами стоят определенные задачи по увеличению валового производства, как в молоке, как в мясе баранины, как в мясе крупнорогатого скота, как в производстве пищевых яиц, например, мяса птицы. Вот эти все показатели, которые до нас доведены, мы должны выполнять, и мы стремимся делать, благодаря вот этим всем мерам государственной поддержки, инвестиционным проектам, которые у нас сейчас реализуются на территории нашего края. Алексей Валентинович, ну вот какова ситуация в подотрасли, ну, сейчас в целом? Мы выходим на, ну, как бы, на цифры больше, чем были там в прошлом году, там, три года назад. Вот, то есть, видим мы какую-то, ну, я не знаю, может быть, сверхположительную динамику, я не знаю. Спасибо за вопрос. Динамику мы видим. Естественно, мы начали с вами наш разговор о том, что на территории края у нас реализуются вот эти все инвестиционные проекты. Они нам и позволяют, соответственно, увеличить производство. Вот в этом году, необходимо отметить, мы произвели там порядка 500, то есть, чуть больше 500 тысяч тонн молока. Если мы реализуем до конца вот эти проекты, которые сейчас уже работают, я вам называл цифры, и увидим отдачу, в ближайшие три года это плюсом, да, в копилку производства, валового производства молока, порядка 200 тысяч тонн. Если говорить о мясе крупно-рогатого скота, мы производим 41,5 тысяч тонн в цифрах мяса крупно-рогатого скота. Сейчас эти два инвестиционных проекта, которые у нас реализуются, там, один на востоке, один в центре края, они нам позволят плюсом получать порядка трех тысяч тонн мяса крупно-рогатого скота. А продукция наша, она из Ставрополья кормит и уходит в соседние регионы, может быть, даже за рубеж? Наша продукция кормит из Ставрополя, соответственно, и, конечно, она же пользуется спросом и за рубежом. Если говорить о производстве мяса, птицы, то на сегодняшний день у нас компания «Ресурс» на территории Ставропольского края реализует свою продукцию, там, порядка 13 стран мира, то есть это экспорт и на территории Российской Федерации, соответственно, и на территории Ставропольского края. Необходимо отметить, что также в мясе птицы мы на сегодняшний день прибавляем, это порядка, там, ежегодно мы производим с динамикой, вот, 400 тысяч тонн мяса птицы. Ну, динамика, она есть, по птице вообще проблем никаких на сегодняшний день мы не видим, тем более вам необходимо отметить, что на сегодняшний день у нас есть, будет разрабатывается такой вид поддержки на пищевое куриное яйцо, плюс нашим губернаторам принято решение, у нас будет поддержка на модернизацию в части приобретения оборудования по пищевому яйцу, то есть птицефабрики смогут обновлять свое оборудование, ну, и компенсировать через этот раз. Это общая сумма, вот, этой поддержки стоит, там, порядка 50 миллионов рублей. Угу. Это какие сроки? Это сроки в ближайшие три года. Угу. А поддержка будет, она, ежегодная. Угу. Ну, это отличные новости. Скажите, пожалуйста, ну, вот, какие проекты именно вот КФХ вы бы выделили особенно сегодня, и какую вы видите от них главную отдачу? Очень интересные проекты по крестьянско-фермерским хозяйствам на сегодняшний день на территории Старопольского края у нас есть, реализованы и будут реализовываться. Ну, если говорить части производства молока, такая тема для нас очень интересная. Они уже у нас реализованы на территории края. Небольшие фермы с модернизацией оборудования, с высокопродуктивным скотом. Эти наши поддержки позволяют это делать. Пользоваться мерами поддержки, мы так называем, семейники. Крестьянское фермерское хозяйство может воспользоваться. Там порядка 30 миллионов рублей поддержка составляет. Крестьянское фермерское хозяйство может воспользоваться приобретением высокопродуктивного скота, потратить эти деньги на приобретение. Либо же приобрести высокое, хорошее оборудование, скажем так, для производства молока. Укрепиться в производстве кормовой базы, то есть закупить определенную технику. Такие проекты уже на сегодняшний день реализованы, они есть. Есть от 100 до 150, до 200 голов крупнорогатого скота в молочном управлении. Это очень здорово, что сегодня у нас крестьяне этим занимаются. Есть проекты по реализации от корма крупнорогатого скота. Они тоже на сегодняшний день существуют, работают. Если говорить в этом, за период этого года у нас 8 крестьянско-фермерских хозяйств воспользовались этой поддержкой семейной. И имеют семейное направление поддержкой. У нас есть поддержка агро-стартап, так называемая. Она тоже очень востребована среди начинающих фермеров. Грант составляет порядка 3 миллионов рублей. На сегодняшний день необходимо отметить такие интересные проекты, как производство мяса улитки. Сегодня хозяева намерены к нам прийти, обратиться за поддержкой, чтобы развивать дальше производство, увеличивать производство мяса улитки. Ну, реализации в сетях и в ресторанах. А сколько у них сегодня теплиц? У них сегодня теплица одна. Но крупная, да? Но крупная, да. На сегодняшний день они готовы к реализации, к расширению, к увеличению. То есть там есть спрос, динамика есть положительная. Поэтому есть и развитие. Есть у нас на территории Старопольского края и развитие, так скажем так, и туризма. Это так называемая, называемая оленья ферма, да. То есть очень интересный такой проект с очень интересными животными. Не традиционными для Старопольского, наверное, края, но тем не менее он на сегодняшний день есть. Ну, очень здорово, что такие проекты крестьяне у нас сегодня реализуют на территории края. Соответственно, при государственной поддержке. Да, у меня два вопроса. По улиткам. Кто, собственно, это мясо требует? И как я понимаю, что это ресторанный бизнес, вполне вероятно и понятно. Но это рестораны местные, рестораны соседних регионов или вообще это по стране все распространяется? Ну, на сегодняшний день необходимо отметить, что сегодня, наверное, основным потребителем в части мяса улитки является московский регион. Для того, чтобы выйти на объемы, для того, чтобы закрепиться на рынке, наверное, вот инициаторы этого проекта пошли этим путем в развитие. Но в дальнейшем мы видим, что и это будет развиваться и приобретаться на территории Старопольского края. А по поводу оленей, это семейная такая ферма или что это такое? Расскажите. И как туда вообще можно попасть? Это просто на экскурсию, да? Да, можно прийти, посетить, вернее, это крестьянско-фермерское хозяйство. Там, соответственно, сейчас создаются и уже создана часть туристических маршрутов. Скажем так, можно познакомиться вообще с самим животным, посмотреть на это все. На реализацию вообще этого проекта, ну и посмотреть на наградскую, скажем так, этого животного. Ну вот скажите, какой объем средств господдержки заложен в 2021 году? И может быть есть какие-то суммы уже определенные на следующий год? Да, ну необходимо, наверное, отметить, что на сегодняшний день сумма поддержки 2021 года, она не изменилась. Это порядка 700 миллионов рублей. В части я имею в виду поддержки животноводства только. Их там порядка на сегодняшний день у нас 9 таких направлений поддержки. Я имею в виду все водства в отрасли и в подотрасли. На 2021 год сумма этой поддержки, она не будет уменьшена, она будет в этих пределах. Нам, конечно, хочется, чтобы она выражалась в более таких цифрах, скажем так, вдвоекратно, чтобы она увеличилась. Но, тем не менее, на сегодняшний день цифра не изменяется и на 2022 год. И мы будем работать над тем, чтобы она, наверное, была увеличена. Но, тем не менее, ни 2021 год, ни 2022 год снижение в поддержке государственной, ни в Краевой, ни в Федерации, не намерены снижать. Не будет. Ну, а хочется здесь поговорить о каких-то новых видах господдержки. Будут ли они? И если да, то как это будет выглядеть? На сегодняшний день я бы отметил, наверное, такое вот, наверное, два или три новых вида поддержки. Но я уже сказал по производству пищевого яйца. Мы сегодня производим на пищевое яйцо порядка 775 миллионов. Кстати, это касается крупных фирм, предпринимателей или это касается тоже семейников? Воспользоваться может и крестьянско-фермерское хозяйство поддержкой государственной и, соответственно, и большое предприятие, сельхозпредприятие. Это носит заявительный характер, поэтому здесь рады всем, кто будет обращаться к нам в министерство. Ну, если говорить в части производства, вот я отмечил пищевого яйца, то здесь у нас, спасибо нашему уважаемому губернатору, принято решение о возобновлении поддержки в части производства пищевого яйца. Я уже отмечал, это порядка 25 миллионов в этом году. Порядка 25 миллионов на поддержку и модернизацию оборудования для птицефабрик на сегодняшний день. Это тоже 25 миллионов рублей. Есть также на сегодняшний день интересная поддержка, она новая. В этом году она будет реализована. Поддержка в части производства одного килограмма баранины, мяса баранины. Что это такое? Это поддержка направлена на сельхозтоваропроизводители, которые у нас производят на территории Старопольского края продукцию, я имею в виду мясо баранины. И здесь же на территории Российской Федерации, либо Старопольского края производят переработку. Вот этот килограмм произведенного мяса баранины будет поддерживаться государством, федерацией и краевым бюджетом. Ну вот, собственно, еще, если я не ошибаюсь, мы с вами не назвали буйволиное хозяйство. Вот я знаю о таком на Старополье. Скажите, там есть в этом году какие-то подвижки развития? На сегодняшний день реализуется этот проект. Он, наверное, будет реализовываться в нескольких этапах. Сегодня уже можно сказать, что первая партия боеволиц у нас завезена. На сегодняшний день в Александровском округе будет реализован этот проект. Реализация этого проекта уже начата. Реализация пошаговая. Она находится у нас на контроле у губернатора. Мы докладываем о проведенных мероприятиях. Что там происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас мы подвезли туда корма, потому что завезли буйволицы. Ведутся работы на территории Александровского округа по строительству. Поэтому этот проект, он будет реализован. Здесь никаких вопросов на сегодняшний день не возникает. Алексей Валентинович, но наши зрители просто могут не знать, а что это за проект. Вкратце скажите, и где буйволицы, кстати, закупали? Значит, очень интересный проект. Порядка 240 голов буйволиц у нас будет всего закуплено. Проектом предусмотрено создание более 100 рабочих мест. Очень серьезные инвестиции в край. Там порядка полутора миллиардов рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Производство будет налажено молока. Не молока, а переработка молока на сыр. Сыр моцарелла. Очень такой востребованный продукт. Для нас это все новое. Мы на территории, я, наверное, Российской Федерации не видел, чтобы вот такой проект реализовывался. Поэтому здесь нужно огромное спасибо сказать и нашему губернатору. Потому что в части 305-го постановления здесь поддержка была нашего губернатора. Поэтому проект будет реализован, и мы увидим отдачу в ближайшее время, в 2022-2023 год. Отлично. Ну и, собственно, нам осталось обсудить немаловажный вопрос. Вот сколько вообще в целом инвест-проекты дадут рабочих мест в 2021 году и в 2022? Вот по реализации вот этих проектов, мы, наверное, не все обсудили, но, тем не менее, скажу, что от реализации вот этих проектов мы планируем получить создание новых рабочих мест порядка 700. Это серьезный такой задел. Если умножить на три, то, ну, я имею в виду семью, то это, соответственно, да, увеличивается. Ну, вот цифра пока на сегодняшний день 700 рабочих мест. Алексей Валентинович, мы, кстати, забыли с вами поговорить про молочный козий комплекс. Расскажите, пожалуйста, что там сегодня происходит? Да, мы в начале нашего разговора отмечали, что реализуется на территории Старопольского края три проекта больших инвестиционных. В частности, туда и входит реализация проекта, вот, как вы назвали, козий молочный комплекс. На сегодняшний день там налажено производство, на территории козьего молочного комплекса налажено производство, соответственно, козьего молока и его переработка. Очень востребованный продукт. Производят они там и сыры, соответственно, очень хорошего качества, очень хорошее хозяйство. Это хозяйство у нас было представлено, если говорить дальше, да, о производстве козьего молочного молока, да, было представлено у нас одно из сельхозпредприятий, которое было представлено на выставке овец и коз, которая проходила у нас в минеральных водах на территории Минводового экспо. Если вы обратитесь к истории и посмотрите, то с федеральным министром руководитель, значит, прокомментировал, что это такое и что на территории Старопольского края сегодня есть такой замечательный комплекс. Необходимо отметить, что также при поддержке нашего уважаемого губернатора этот проект реализуется, он поддержан, развивается и сегодня великолепные показатели. Это предприятие на сегодняшний день уже планирует переводиться, переходить в статус племенного, потому что очень хороший потенциал у этих животных, животные-то племенные и очень дорогие. Спасибо вам большое. Я вас благодарю за участие в прямом эфире и приглашаю вас снова стать гостем нашей студии. Спасибо. Спасибо большое. Я напомню о том, что в студии работала ведущая Марина Мацарская. И прошу вас, не переключайтесь и смотрите свое ТВ. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok